Алтайский край можно без преувеличений назвать регионом молочных рек и сырных берегов. О перспективах развития отрасли сегодня говорят на конференции «Перспективы развития сыроделия в России». Место Алтайского края и Республики Алтай. На прямой связи со студией мой коллега Дмитрий Будков. Он расскажет первые подробности. Дмитрий, вам слово. Да, коллеги, здравствуйте. Ну, нужно сказать, что услышать и увидеть автопробеги, который посвящен молоку, не каждый раз удается. А именно такой автопробег стартовал с города Новосибирска 7 августа. И теперь участники доехали до города Барнаула. Нужно сказать, что в нем приняли участие 49 экипажей из 15 регионов страны. Это и Калужская область, и Республика Чуваша, Краснодарский край и Московская область. Сейчас в гостинице Барнаул проходит конференция. И рядом со мной стоит один из участников этого автопробега Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка России. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Расскажите о том, какой маршрут у участников. В этом году мы проезжаем, ну, по сути, два региона. Мы стартуем в Новосибирске и заканчиваем в Алтайском крае. Ну, если честно, в Горном Алтае. А какие вы предприятия в Алтайском крае посетили? В Алтайском крае мы пока посетили только одно предприятие, это Камень на Аби. Вот, также мы будем посещать Рубцовский молочный завод, Усть-Калманский завод, завод Рекон, Алтайскую обыренку, Барнаульский молочный комбинат и колесо-саводелие. А вот за сколько дней вы хотите преодолеть этот маршрут? Вот то, что я перечислил, за два оставшихся дня. Два мы уже проехали. Не так много осталось. Тем не менее, в сегодняшнем выступлении, в рамках конференции сказали, что в регионе наблюдается положительная динамика, 36% по сыропроизводству, производству сыра. Все-таки на общем фоне России мы какую позицию занимаем и какие нужно применить меры, чтобы увеличить объем производства? Значит, ну, немножко не так. Это объем, скажем так, динамика производства сыра в пересчете на сырое молоко. То есть, сколько нового молока уходит на переработку в сыр. Значит, соответственно, да, действительно, в Алтайском крае есть динамика, но нужно понимать, что эта динамика, она примерно соответствует среднероссийскому показателю. И для сравнения, в Сибирском федеральном округе сегодня динамика ниже, чем в Центральном федеральном округе. И если мы сравниваем ряд регионов, ну, например, мы возьмем Алтайский край и, допустим, Калужскую область, то мы можем понимать, что в Алтайском крае, да, в абсолютном выражении сыра производится больше, но динамика значительно выше, например, в Калужской области. То есть, это говорит о том, что алтайским производителям необходимо очень серьезно обратить внимание на усиливающуюся конкуренцию со стороны Центральной Европейской части России. А все-таки какие нужно применить меры, чтобы увеличить обороты? Технологические, может быть, какие-то? В первую очередь, это, конечно, то есть, это не цена. Это не цена, вот, потому что сегодня потребитель глобально хочет более качественной продукции. Соответственно, необходимо научиться делать более качественный сыр, необходимо научиться делать новые сорта, не только традиционные для российского потребителя, но и те сорта, которые он хочет сегодня потреблять. Потребитель хочет больше твердых сыров. И как раз алтайский край, мне кажется, тот самый регион, который может, имеет огромный потенциал поставить в европейскую часть России, и вообще, в принципе, на всю территорию страны большой объем твердых сыров. Еще больше твердых сыров. Спасибо, Михаил. А я напомню, что в сегодняшней конференции принимают участие эксперты из Франции, Канады, региональные эксперты. Они посетят два предприятия алтайских. Там пройдет знакомление с технологиями сыропроизводства, а также дегустацию. Но мы тоже, надеюсь, не упустим этот шанс. Побываем там, попробуем сыры и узнаем у экспертов, как выбрать правильный сыр на прилавках магазина. Вам слово, коллеги.